И всем привет, с вами Атом. Это тест после вышедшего обновления кота 24.02.2017 года Казаки 3. В этом обновлении исправили баланс юнитов, который... Ну, не совсем справедлив, как по мне, но мы это все выясним при том тестах. И, собственно, в этом обновлении исправили силы выстрела у некоторых юнитов, также перезарядку, дальность стрельбы, цену и все в этом духе. Что мы видим теперь? Датский мушкетер вместо 60 силы выстрела у него 40. Ну, у гренадера все то же самое. Русский же у нас мушкетер 18 века, 35 сил выстрела, а была 55 изначально. Ну, у гренадера также не постигло изменить. Мушкетер теперь баварский, стал намного хуже, чем был, потому что, во-первых, у него убрали силы выстрела с 55. Во-вторых, у него сила Атаки 6 стала вместо 9 и качается он по защите Атаки точно так же, как мушкетер Дани, а это ущербно просто-напросто. У него даже атака больше. Ну, да, хп на 10 больше, но это мало очень. Точно так же увеличили время постройки того же датского мушкетера. Теперь он строится 7 секунд. А гренадер же стал строиться 5,62. Было 4,68, насколько я помню. Точно так же увеличили хп у всех гренадеров стандартных до 120. Теперь у них преимущество перед мушкетерами как в хп, так и в ближнем бою. Не знаю насчет дальнего, мы сейчас это сравним. Насчет Саксонии тут изменения не сильно большие. Ну, по крайней мере, у гренадера добавили еще на единичку, увеличили силу выстрела. У мушкетера же изменили атаку, уменьшили в 2 раза ближнебойную атаку. Ну, и так же у него увеличили цену золота с 35 до 50, но это не сильно влияет, потому что в 18 веке ты уже как бы не так уж заботишься резок на найм. Ну, и что можно еще сказать кое-что. Изменили время постройки гренадера. В принципе, их мало унималось, сейчас еще меньше будет людей унимать. Теперь они строятся 5,62 секунды, а раньше строились 4,68. На секунду им увеличили время производства, но все-таки это, ну, как-нибудь да повлияет. Что самое печальное в этом обновлении, то что сердяка у Украины так и не понерфили, потому что он слишком уж имбовый для Украины. Он доступен, можно считать, в 17 веке, и их можно строить очень много все-таки, потому что уже очень тяжело. Ну, и, собственно, мы протестируем, как же датский там, тот же прусский мушкетеры, саксонский, я уже проверял, как они будут противостоять сердюкам после этого обновления. Ну, и давайте проведем тест Дании против Украины, с учетом того, что у Украины уже будет 6 казарм стрелецких, а у Дании будет 2 казарма 18 века. В итоге, что получилось? Со временем найма получилось, что 100 датских мушкетер против 112 сердюков. Так, ну что, давайте проведем первое испытание. Пошлем в бой наше отделение. Так, режим мира я отрубил, все. Давайте уже узнаем, кто сильнее будет. Фулл вкачанный, как вы видели. Ну, и теперь украинским противостоять можно считать пока что нечем. Только при условии, что, наверное, будет если 3 казармы 18 века. Только тогда может противостоять. Ну, а так пока что нет. Давайте теперь проведем точно такой же бой, но только против прусского мушкетера украинским сердюком. Узнаем, кто в этом будет сильнее. Все точно так же 100 мушкетер. Вот вам покажу. И против 112 сердюков. Тот же самый условий при 2 казарма. И 6 стрелецких казарм Украины. Узнаем, кто сильнее в этот раз. Ну, что в принципе не сильно удивительно, но украинские сердюки намного больше потерь понесли против прусских, чем от датских. То есть, Дания теперь, ну, намного слабее стала после этого обновления. Ну, и теперь давайте протестируем мушкетера баварского против украинского сердюка. Собственно, баварский мушкетер теперь строится побыстрее. Устроится 5,62, а не 7, типа. В принципе, это, конечно же, улучшает ситуацию в Баварии, но давайте же узнаем, как она будет тягаться с Украиной. В Украине сейчас находится 90 сердюков. Точно так же я определял 2 казармы и 6 казарм стрелецких. 61 сил выстрела у баварского мушкетера. Давайте узнаем, как он сразится. Ну, и Сердюк, опять же, выиграл. Но, примерно так же, как прусский себя проявил у мушкетера этот мушкетер. Но у прусского мушкетера вроде дальность самая максимальная из стрелков. Ну, теперь давайте протестируем мушкетера прусского и баварского. Баварского находится 114, а прусского 100. Такое у них соотношение примерно, как я подсчитал. Но давайте узнаем, кто сильнее уже будет. Потому что у них времена имя разные. Ну, характеристики немножко тоже разные. Брусский начинает же раньше стрелять, но... Тут выиграет брусский все равно. Количеством даже не задавили русского мушкетера. 25 осталось солдат. В принципе, это преимущество достаточно большое. Поэтому перетестировать смысла особого нет. Ну и точно так же увеличили ХП у шотландского стрелка и увеличили у него вроде как дальность немножко. Давайте протестируем 90 шотландских стрелков против 100 мушкетеров Пруссии. И потом протестируем их против баварских и так далее. Узнаем, насколько же они могут эффективнее стать. Потому что шотландских стрелков почти никогда не использовали. Ну и сама Англия, это невыгодная национальная нация. Ну, тут вообще просто в ноль разносят прусские мушкетеры. Тут просто 25 всего лишь потеряли. Тут это ни о чем. Ну и теперь давайте шотландских стрелков сравним с обычными мухами. Ну и впоследствии с гренадерами их сравним. И мух также сравним с гренадерами. 90 шотландских стрелков против 150 мушкетеров 18 века. Ну что, поехали. Узнаем, кто сильнее. Ну и тут, несомненно, уже просто остаются сильнее мушкетеров 18 века. Но шотландские стрелки так до сих пор не особо юзабельны. Если они не могут перестрелять даже мушкетеров 18 века, то они по сути как бесполезны. Ну да, если сравнивать там количественно, одинаковое количество, если их будет, то тогда, да, наверное, еще поспорить. Но проводим тесты мы все-таки по времени найма. Сравним гренадеры и мушкетеры. Уже битва поинтереснее. Количественно 150 на 114 гренадер. Потому что гренадерам увеличили хп, но они тогда и проигрывали. Но им увеличили еще скорость постройки. Ну и тут вообще без шансов. Просто мушкетеры их просто разваливают теперь раньше. По-моему, намного сложнее было это сделать мушкетерам. Но, к сожалению, гренадеры можно считать только ухудшили. Потому что толку сейчас от них почти нет. Уже саксонского гренадера против обычного гренадера. У саксонского гренадера теперь силы выстрела максимально 28. Сколько я помню, было 26 максимальной силы выстрела. Сейчас его чуть-чуть увеличили. У него скорость постройки. Теперь она подольше строится. Ну, там на доли секунды можно считать. И подняли ему немножко атаку дальнего боя. Ну, давайте сравним их с обычными мушкетерами. Как они будут противостоять друг против друга. Ну, тут. КП у них, конечно, 90 против 120. Но тут всё равно достаточно с лёгкостью, можно считать, выиграют гренадёры саксонии. Ну, теперь давайте сравним мушкетёра 18 века обычного и датского гренадёра. Как это будет противостояние происходить, я не совсем понимаю. Потому что вроде как хп у них разница 10 силы выстрела. Однако у них силы разницы 7. А количество у них одинаковое. По-моему, должны тут выигрывать всё-таки саксонские гренадёры. Ну, сейчас это и есть. Стреляют начинают мушкетёры раньше. И по ходу мушкетёры оказаются сильнее. И давайте посмотрим, сколько их осталось. 65 осталось мушкетёр. В принципе... Ну, гренадёры хуже стреляют в казаках. Что, в принципе, не совсем понятно. Но мы время сравнить уже обычного мушкетёра с мушкетёром саксонским. Саксонский мушкетёр раньше вроде как переигрывал его спокойно. Ну, сейчас, в принципе, ничего не изменилось. И так же всё и будет. Так, ну и вот они сходятся. И мы уже узнаем, кто сильнее. Ну, разумеется, будет саксонский посильнее. Я так думаю. Ну да, саксонский выиграл. В преимуществе 50 стрелков. Ну, саксония сильная всё-таки названа. Но, в первых казаках, они были вроде как посильнее. Снимаем мушкетёра саксонского и прусского мушкетёра. Что очень даже интересно сейчас нам будет увидеть. Так, пошлём их. 100 на 150. Ну, тут, мне кажется, даже саксонских есть неплохой шанс. Но, шанс, кстати, оказался очень даже хорошим. Я вам так скажу. Саксонские переиграли их с преимуществом 38 мушкетёр. И давайте же сравним с датскими мушкетёрами. Ну, и теперь давайте уже увидим против датских и в деле. Датских 100 также и 150 мушкетёров саксоний. Датские хоть и стрелять начинают раньше, но количественно они очень сильно стали проигрывать. Очень сильно. Раньше они могли бы спокойно выносить саксонских мушкетёр, но теперь они просто отлетают от них к русски. Мушкетёры намного лучше с ними разбирались. Хотя силы и выстрел у них, опять же, меньше. Хоть теперь сравним с баварским мушкетёром. Ну, в принципе, результата я особого здесь не жду. Но 112 мушкетёров баварских против 150 саксонских. Ну, что можно сказать. Саксония, опять же, вынесла их. Ну, и остаётся проверить саксонских мушкетёров против сердюков. Неплохой вопрос. Смогут ли саксонские стрелки перестрелять сердюков? Я, в принципе, сомневаюсь, потому что сердюки слишком эмбовые в казаках. И раньше тесты проказывали то, что в соотношении только один к двум примерно. Только тогда могут саксонские перестреливать. Ну, давайте увидим, как сейчас. Что могу сказать? Саксонские мушкетёры имеют самые большие успехи в казаках. И теперь саксония самая мощная нация в казаке 3. Поздравляю, друзья. Разрабы перелопатили всю игру. Сейчас, в принципе, баланс стал более хороший. Но, с точки зрения непонятности, то, что Укр, получается, на втором месте. Саксония на первом месте. Ну, это мы сейчас всё построим. Кто на каком месте. Прусского с датским мушкетёром. Ну, тут Прусский просто выиграет. У датского почему? Уже увидите. Ну, и тут почти без проблем русский справляется с датским. Русский теперь мушкетёра. Можно спокойно считать его на третьем месте. Ну, и давайте теперь уже сравним битву за четвёртое место. Мушкетёр Баварии против датского мушкетёра. 100 на 112. Фулкачанная, разумеется. Давайте протестируем. Что можно сказать? Датский мушкетёр стал неюзабильным. Вот мои подтверждения, которые надо, надеюсь, опроверим. Я чуть ли не забыл сравнить с егерями. Егерей я вообще забыл. Поэтому давайте хотя бы с датским их сравним. Тут уже пойдём вниз или вверх его опустим. По рейтингу нашим. Ну, тут очень даже равно силы идут. Давайте ещё раз протестируем. Давайте ещё раз протестируем. Так, сейчас это выставим. И попробуем ещё раз. Может, это случайность то, что датские выиграли сейчас? Кто знает. Может, их вообще на одну строчку лучше поставить. Да, абсолютно верно. Датский и егеря сейчас на одной строчке. Ну, теперь давайте датского мушкетёра сравним с обычными мушкетёрами. Если тут датские проиграют, то это просто провал для Дани. Ну и что следовало ожидать? Датские проигрывают с огромнейшим... Просто проблемы у них огромнейшие. Они настолько плохо сейчас отвоевали. Сравним баварского мушкетёра с мушкетёром в Санасовье обычным. Сравним мы их 112 против 150. Кто выиграет, уже непонятно. Ну и мухи 18 века. Перебили их. Перебили. 33 преимущества. Это достаточно большое преимущество. Обычного мушкетёра сравним с прусским мушкетёром. Может, кто знает, они сейчас и могут друг с другом постоять. 100 против 150. Кто выиграет, тут уже проблемы. Ну, русские мушкетёры выигрывают. В принципе, это достаточно было понятно. Ну и давайте сравним егерей с обычными мушкетёрами. Ну, тут уже без шансов. Просто-напросто. Как было с датскими мушкетёрами, это же так не будет и здесь. Потому что скоростренности у этих егерей не хватает. А у них её очень даже много. Ну и теряет всего чуть больше 50. Так, ну и давайте сравним саксонского гренадёра и гренадёра прусского. Кто же окажется сильнее? ХП у них разная, атака разная. Кто станется сильнее? Ну, саксонские гренадёры выиграют этот поединок. Так, ну давайте сравним гренадёра саксоней и с баварским. Ну, тут, мне кажется, всё понятно, в принципе. Так, немножко отведём тех. Ну, тут саксонские просто их не сделали, поэтому толку дальше нет идти. Так, ну давайте сравним баварские гренадёры и егерей. Как они себя покажут в бою. В этом нелёгком бою. В этом нелёгком бою. В этом нелёгком бою. В этом нелёгком бою. Продолжение следует... Ну и вот перед нами тот список, который составил по мощи стрелков по времени найма и прокачки, разумеется. Фул каченные все были. Ну и вот такой у нас топ. В него я включил всех стрелков 18 века, Сердюка и Янычара, потому что они постоянные стрелки у двух наций. Никаких больше стрелков нет, кроме тех, которые из Дип-центра. Ну и вот на первое место вырос, как удивительно даже, саксонский мушкетер 18 века. В втором месте Сердюк, ну, по сути, может поспорить с саксонским мушкетером, но если казарм меньше 18 века. Русский мушкетер на третьем месте, мушкетер обычный 18 века на четвертом месте. Баварский мушкетер 18 века на пятом месте. На шестом месте у нас датский мушкетер 18 века. Опустился он с первой позиции на столько позиций, что это ужас. Ну да, они в количестве каком-то будут, они противостоят спокойно тем же мушкетерам 18 века. Потому что население, когда они заканчиваются, мушкетеры 18 века обычные, они быстрее его заполняют. Все-таки. Но тут смотря какие будут бои. Потом идет прусский гренадер 18 века. Дальше идет у нас, я поставил на одну позицию, баварского и саксонского гренадера 18 века. Ну, они то один выигрывают, то другой выигрывают, где-то так. Гренадер 18 века, янычар и егерь. По сути, егерь может перестреливать датских мушкетеров. Но я сравнил их с русским гренадером, с баварским и саксонским гренадером, они хлам трейдеруют. Поэтому я их поместил на эту позицию. Ну, в принципе, еще егеря перестреливает янычар спокойно. Но тут я уже не знал просто как их распределить. Потому что вроде как егерь может перестреливать датского. Янычар не может перестреливать датского. Янычар должен быть ниже. Но янычар может перестреливать всех гренадеров этих в основном. И я не знаю просто что тут делать. Гренадер 18 века здесь же. Ну и поместил шотландского стрелка на предпоследнюю позицию. Потому что он действительно стал он не какущий. Все равно до сих пор он не какущий. Поэтому он предпоследняя позиция и пандора на последней позиции. Потому что он производится очень долго. Это никому просто не нужно. Лучше нанимать тех же обычных мушкетеров 18 века. Поэтому вот так. Ну, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи всем. Пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok